Ответь мне на вопрос, что ты сделаешь, если твоему товарищу будет угрожать опасность? Скорее всего ты скажешь, конечно брошусь к нему на помощь, и ты действительно молодец, поступил как настоящий друг. И гордой собой ты слегка тешишь свой героизм, и так бы ответили 99% людей. Но что было бы в реальности? Ты правда в себе так уверен? Ты настолько крутой, что сможешь перебороть инстинкт самосохранения? Без обид, но не льсти себе, ведь ты даже дофаминовую зависимость перебороть не можешь. Однако, я не говорю за всех. Недавно на просторах стимп вышла игрушка Lethal Company. Возможно вы уже слышали про неё, а значит вы понимаете к чему я подводил. Но давайте по порядку. Что за смертельная компания? Ты работаешь в некой корпорации, заключив с ними некий контракт. Ваша работа достаточно проста на первый взгляд. Она заключается в сборе металлолома с промышленно развитых спутников, которые по каким-то причинам оказались заброшены. Вам выписывают квоту, которую вы должны закрыть. И всё. Задача очень простая и ненапряжная. Поэтому хватаем друзей и идём искать металлолом. Эх, не так я представлял себе жизнь после 11 класса. Важный момент. Для полного погружения вам нужно использовать внутриигровой чат. Это очень важно. Ну-с, а мы начинаем. Приветствую вас, работник. Спасибо, что стали частью нашей компании. Ваша задача проста. Верните цены и металлолом на сумму в 200 кредитов. Остаток оставите себе. Это же карьерный рост. Вы также получите ваш личный корабль. Бесплатно. Лучше работы вы не найдёте. Удачи, работник. Вот вы и на планете. Теперь наша задача собирать мусор на 200 единиц. За три дня. Плёвое дело. И вот вы находите вход в заброшенное здание. И начинаете искать. Ого, пивко. Ого. Так вы обыскиваете комнату за комнатой. Смея смешных анимаций бега. Сука, как ты бегаешь. Это просто фигня. Когда вы всё забрали. Вы тащите всё на корабль. После пересчёта вы понимаете, что насобирали достаточно много вещей. И ушли в плюс. Вы можете использовать заработанные деньги, чтобы купить модные костюмы. Или украшения для своего корабля. И в таком спокойном и даже смешном темпе вы закрываете первую квоту. У вас теперь есть деньги. В магазине есть много полезных инструментов для работы. Включая фонари, лопаты, портативные рации, светло-шумовые гранаты или бумбокс. Набираем полную корзину и ждём доставку. Смотрите, какая прелесть. Звук, как у продавца мороженого. Не думая, вы берёте следующую квоту. Ну, посложнее, но мы справимся. И это была ваша первая аж так, стоп. Это не тот ролик. Вы обсуждаете тактику с командой и принимаете решение остаться на базе и курировать остальных. Всё идёт как обычно. Лут, хихоньки-хахоньки, разговоры и так далее. Но в скором времени начинает темнеть. И тут начинается жуть. Ночью всё становится опасным. Ужасные создания, которые вышли из самой преисподней. Чудища, порождённые самой тьмой, будто вышедшие из панакотических манускриптов самого Говарда Лавкрафта. Скорее сообщите своим товарищам. Эти опасные твари охотятся на уязвимых и одиночек. Поэтому в ваших интересах, чтобы твоя команда уцелела. Ведь, скорее всего, это может быть единственной надеждой на выживание. Вы кричите в рацию, чтобы они перенесли ценные вещи на корабль, пока ситуация не вышла из-под контроля. Вы начинаете направлять своих товарищей по команде через корабельный терминал, чтобы они добрались с заброшки до вашего корабля, используя радар для обнаружения ловушек, надеясь, что всё обойдётся. Но вот, что-то начинает ломиться к вам на корабль. Друзья не отвечают. Они мертвы? Или просто не могут говорить, так как привлекут за тем самым ненужное внимание? Что вы сделаете? Бросьте своих друзей и не выполните квоту? Попытаетесь дождаться их и, возможно, будете съедены? Или попробуйте отправиться к ним на встречу, рискуя умереть? Так что вы сделаете? Часики тикают. Вы принимаете тяжёлое решение. Улететь. Всё-таки квоту ещё реально выполнить. А умерев, вы ничего не добьётесь. Пи***ца, б***ь, куда без меня, на? Уроды, б***ь. Поздравляю, вы бросили своих друзей. Вас не мучает совесть? Ведь вы почти слышали, как они кричали в последний момент, когда вы улетали. Но это уже не ваша забота. Они умрут в течение нескольких часов. Скорее всего, медленной и мучительной смертью. Но главное, что вы живы. Поздравляем. У вас ещё два дня на закрытии квоты. Удачи вам. После каждой ходки игра оценит вас и вашу работу. Сказал, кто больше всех вас параноил, кто ленился и так далее. Написана была оценка тебя. Ты самый ленивый и самый параноидальный. А также за потерю... Драгостоящего обмундирования! ...вам выпишут штраф. Но, благо, при прилёте на следующую планету, ваши друзья возродятся. И вот вы вновь начинаете работать. Но я хочу немного предостеречь вас. Монстры. Это ваша далеко не единственная проблема. Начнём по порядку. Погода. Это самое минимальное, что может подкосить вам игру. Начиная от простого затруднения в ориентировке, заканчивая смертью. Да-да, есть одна механика, что при плохой погоде один из предметов начнёт электризоваться и привлечёт удар молнии. Если вы его не выбросите, вам... Пиз... Нет! Старые конструкции. Да, так как это заброшки, идя по мосту, всегда будьте готовы, что он... обвалится, и вы полетите в лучшем случае в канаву. Старые технологии компании. Так как когда-то эти здания принадлежали крупной корпорации, тут явно будут средства защиты. И они тут есть. Мины и турели, которые готовы уничтожить вас при первом появлении. Но что делать в таком случае? Как соблюдать постоянно растущую квоту и не страдать? Ну, во-первых, страдать вы будете всегда. Смиритесь. А во-вторых, мы с ребятами разработали тактику. Собираемся максимальной командой. Один из нас остается на базе. Это радист. Его задача ориентировать остальных. Он предупреждает, если есть какая-то опасность. Сообщает команде о каких-то полезных вещах. И помогает им найти безопасный путь домой. Также в случае полной смерти команды, он нажмет на кнопку отсчета. Радист должен быть готов к решениям сложных задач. Уметь работать в команде. И быстро принимать решения в экстренных ситуациях. Двое отправляются в самую глушь заброшек. Это сталкеры. Те, кто находятся в первой группе риска. Они, рискуя жизнью, должны собрать металллом и таскать его к выходу. Сталкер должен трезво оценивать ситуацию и свои возможности. Быть внимательным, сообразительным и без лишнего фанатизма. Не геройствуйте, а то, скорее всего, погибнете. Последний член команды, который будет таскать собранный металл с заброшки до корабля. Это проводник. Его задача установить самый короткий, а главное безопасный путь. Проводник должен уметь вовремя стать самым тихим объектом, чтобы тебя не съели. А если уж и пришлось бежать, то запомнить, где ты бросил мусор, чтобы позже вернуться к нему. Также вы должны быть внимательными, хорошо распознавать звуки издалека, а главное не умереть. Ведь вы связующее звено между кораблем и сталкерами. Самое главное для всех, это действовать быстро. Лучше до наступления темноты. Когда вы все собрали, что могли, по такой тактике лутайте еще планеты и ждите финального дня квоты. Зачем? В крайний день компания скупает все по максимально дорогой цене. Но не продавайте все. Вы должны сдать ровно столько, чтобы закрыть квоту, а остальное оставьте себе. Приберегите это для следующей квоты. И в таком темпе, вполне реально играть. Но если вы выстроили себе представление о том, что эта игра до ужаса жуткая, то спешу внести немного баланса в повествование. Да, игра действительно порой пугает. Не, мне нужен труп этого Дениса. Пошла нахрен! Однако, зачастую это вызывает лютый смех и угар. Знаете, вот эти буйволы, они, кстати, на эту фигню с дебюсом. Это просто... И порой ситуации настолько смешные, что ощущение, что ты умрешь от асфиксии. Забираю фонарик. Короче, я ухожу на выход, а ты это, живи как-нибудь. Не, пока. Карма! Моментальная карма. Игра порой подбрасывает вам такие ситуации, которые генерируют тонны контента. Когда я купил игру на релизе, я был в раздумьях, делать ли на неё обзор или нет. Но игра выдавала такие эмоции, что я не мог этого не сделать. Однако, у игры присутствует один большой минус, который вы обязательно должны учитывать перед покупкой. Если у вас не с кем поиграть, то вы, скорее всего, разочаруетесь. Даже когда нас было трое, чувствовалось, что нужно больше людей. Да, возможность играть одному это прикольно, чтобы максимально пугаться. Тем не менее, даже сами разработчики рекомендуют играть в кампании. Подводя всё ушесказанное, я настоятельно рекомендую поиграть в игру, собрав дружную кампанию, дабы посмотреть, как ради пяти кредитов вас бросают на растерзание монстрам. Но, возможно, у вас возник вопрос. А что же такого страшного, если я не выполню квоту? Спасибо, что выбрали нас. У нас вас ждёт карьерный рост. Познакомьтесь с природой, сканируя любых найденных существ. Главное, выполняйте работу. Работа лёгкая, непыльная, расслабляющая. А главное, очень простая. Где вам не нужно принимать трудных решений. Спасибо и удачи, работник.